Владимир, день добрый. Да, приветствую, приветствую, друзья. От лица компании универкапитал. У нас много людей, которые инвесторов, которые интересуются анализом фундаментально. И вот в связи с отскоком компании черной металлургии, вот я предлагаю, у меня просьба разобрать компанию Северсталь. Тем более я знаю, что в этом секторе занимались активно. Северсталь. Да, давайте посмотрим. Дело в том, что как раз компании начали отчитываться за первое полугодие 2021 года. Второй квартал мы закрыли. Северсталь, как всегда, первая отчитывается. И ее отчет, собственно, может служить и бенчмарком для того, чтобы понять, стоит ли сейчас добавлять компании себе в портфель и насколько, ну, вообще мотивирован вот этот рост акций последних месяцев. Ну, у меня, я думаю, где-то здесь будет размещено скриншот отчета. Я здесь выделил несколько позиций, по которым я изучаю по фундаменталу отчет. Собственно, это и является базисом моей стратегии, отчет МСФО. И пять позиций, которые я изучаю. Во-первых, это я смотрю на выручку, на себестоимость, на операционные расходы, на финансовые переоценки, что немаловажно, и на прибыль. То есть вот эти пять критериев, которые я смотрю в отчете, там в отчетность, как всегда, можно забуриться очень серьезно, но смысла большого нет. Итак, у нас на экране отчет МСФО за первое полугодие 2021 года. По выручке, значит, выручка компании «Северсталь» выросла на 69%, до 376 миллиардов рублей. Очень значительный рост. Мы, наверное, тут можно падать и на расшифровку. Примечание третье у нас расшифрует выручку. Ну, в основном это горячекатанная сталь и оцинкованный лист. То есть компания «Северсталь» — это продукция, именно эту продукцию продает, много экспортирует и за первое полугодие очень значительный прирост выручки. Наверное, вы скажете, что за прирост? Это же ничего себе, как компания начала продавать свою продукцию. Но тут как бы не так. Нам на помощь придет и операционный отчет. Тоже скрин здесь появится. Собственно, по операционному отчету здесь немножко перескочим туда. Почему? Потому что нужно понять структуру выручки, из-за чего так сильно выросла выручка. Нас же, как фундаментальных аналитиков, что в первую очередь интересует, эта динамика и причины роста или падения. Так вот, если смотреть на операционные данные, то продажи стали за этот период увеличились всего на 4%. То есть на 4% примерно в районе 5 миллионов тонн компания продала. То есть по факту-то продукции компании не сильно пользовалась спросом. Так в чем же дело? Дело как раз в цене реализации. Ну, посмотрим попозже. Так что у нас еще? Железная руда по операционному отчету у нас упала на 26%, продажи угля на 17%. То есть по факту объемы продаж металлурга в Северстале за отчетный период сократились. То есть это нужно держать в уме как такой базис, что окей, продажи сократились, а сталь всего на 4% выросла. Дальше переходим давайте к отчету МСФО. По себестоимости. Себестоимость продаж компании увеличилась всего на 17% до 159 миллиардов рублей. Ну, здесь достаточно скромные показатели. Выручка на 69% у нас вырастает, себестоимость на 17%. Это можно как раз обосновать тем, что продажи, сами продажи, именно материальные, они не так сильно выросли. Всего на 4%. Поэтому себестоимость средняя. По операционным расходам. Далее. Третий базис. Операционные расходы у нас. Ну, туда и общехозяйственные, и административные мы включаем. Они остались на уровне прошлого года. Там незначительный прирост. То есть компания справляется с возросшей нагрузкой. Компания даже в условиях пандемии благополучно работает. Никаких дополнительных, так скажем, бонусов не начисляет руководство. Поэтому более-менее на приемлемом уровне. Так, далее. Четвертый базис. Это у нас как раз финансовые переоценки. У нас идет, компания получила в 7 ярдов убыток от переоценки и выбытия финансовых инструментов. К сожалению, не расшифровывает компания эту статью. То есть здесь, ну, это, давайте так, и не такая большая сумма, если считать, что компания там бешеную прибыль получила. Поэтому мы при изучении финансовой отчетности, отчета МСФО, все незначительные отклонения обычно выкидываются. Я их не изучаю, потому что это, наверное, на откуп каким-то отдадим аналитикам и аудиторам, давайте. А мы все-таки частные инвесторы. Нас в первую очередь интересуют основные крупные цифры и движение бизнеса. Поэтому убыток от курсовых разниц в прошлом году был высокий, и это все снизило базу как раз прошлого года. В итоге у нас прибыль за период 138 миллиардов получилась. Мы по прибыли увеличили ее в 4 раза. В 4 раза. Прибыль компании «Северсталь» увеличилась за первое полугодие. Здорово, классно. Там немножко мы пандемию захватили, локдауны. И действительно в отчетности можно заметить некую стагнацию по 2020 году и восстановление по 2021. Но опять же здесь нужно на уме всегда держать то, что компания нарастила в продаже всего на 4%. Так что же повлияло на бешеный, просто бешеный рост прибыли и котировок, естественно, потому что капитализация компании выросла очень значительно. Здесь опять же у вас появится график изменения цен на сталь LME за последние 12 месяцев. Но нас в первую очередь интересует эта половина года. Поэтому вот здесь есть такая стрелочка. Максимум в 525 долларов за тонну стали у нас был максимум преодолен в середине, так получается, 21, ну в начале мая. В начале мая мы показали самые максимальные значения. То есть если вы хотите спросить, почему цены на акции NLMK, MMK, Северстали выросли, ответ именно в этом графике. Потому что цены на продукцию выросли, просто взлетели в космос. 525 долларов. Сейчас цена в районе 490 варьируется. Немножко мы 7% от максимума скорректировались. Правда, цены на акции компании той же Северстали значительно подпадали. У нас повлияли и новостной фактор. Включили дополнительные пошлины на экспорт. Все-таки будет приниматься. Это дополнительная налоговая нагрузка на компании ляжет. В пределах скольки? Это еще нужно подсчитывать. Точных данных нет. Но предварительно в районе 10-15% от EBITDA мы потеряем. Много это или мало? Ну, наверное, незначительно на таких ценах. И вот здесь, наверное, таким выводом, да, уже перейдем к выводам. Так у нас сегодня просто суперэкспресс-разбор отчетности. Поэтому будем уже выводы делать. И как раз график изменения цен на сталь, пускай висит, для наглядности. Итак, у нас компания Северсталь очень успешно завершает первое полугодие 2021 года. Мы прирастаем на 69% выручки. Операционные расходы и себестоимость достаточно стабильно держатся, не растут медленнее. И поэтому это нам дает высокую маржу. Не отнимают у нас ни курсовые переоценки в этом году, ни выбытие основных активов. Это все на минимальных значениях. Поэтому компании удалось в 4 раза нарастить прибыль. Но вот, к сожалению, здесь возникают вопросы. Благодаря чему? Что же повлияло? Повлияло, в первую очередь, цены на сталь, а не органический прирост продаж. Будут ли они сохраняться? Либо будут падать? Либо, наоборот, какое-то ускорение пойдет? На этот вопрос, наверное, не ответить ни фундаментальный анализ, ни технический, ни какой-либо аналитик. Потому что никто не предполагал, во-первых, такой взрывной рост цен на сырье. Во-вторых, вообще никто не предполагал, что майский фьючерс 2020 года на нефть будет стоить отрицательные значения. Давайте уж будем здесь откровенны. Никто не знает движение цен на сырье. Итак, у нас максимум был 525 долларов. Сейчас мы немножко опустились. Всего на 7%. Вот здесь очень ключевая фраза. Всего 7% цены на сталь скорректировались. И здесь, наверное, уже такой последний вывод и вопрос, он риторический. Вам наподумать, что будет, когда цены на сталь снизятся, например, еще на 5, 7, либо 10%. Где будут акции компании Северстали или того же ММК или НЛМК? Я изучил производственные отчеты всех трех компаний. Благо, они уже все три вышли. Ну, наверное, свое предпочтение я отдам скорее ММК, потому что там двузначные темпы прироста именно продаж. А в синергии с ростом цен на сталь, ну, очень даже неплохо компания смотрится. По Северстали у меня вопросы. По отчетности у меня вот возник такой вопрос, где же, где же взять вот этот органический рост. Это, ну, давайте так, органический рост, когда компания наращивает производственные показатели, она наращивает продажи, наращивает выручку. То есть, вот первое слово ключевое – органический. Ну, наверное, для меня это базисом является на покупку. А здесь просто резкий рост цен на сталь, он может скорректироваться вниз и увести еще ниже котировки Северстали. Поэтому на данный момент у меня металлургов в портфеле нет. Ожидаю ценников немножко ниже. Спасибо большое за краткость, но главное же выводы, да, buy, hold, sell. Мы пока не будем баять. Обождем. Спасибо, Владимир. Спасибо вам, друзья. Спасибо.